очень важный вопрос как правильно выбрать спелый и полезный для вашего здоровья арбуз ведь ваш выбор определяет получаете вы от арбуза пользу либо вред чем вред может быть как непосредственный связан с тем что ну слишком много было химических веществ опасных для вашего организма в арбузе появилась тошнота рвота понос то есть ваш организм активно самоочищается если вы в этом процессе занимаете активную позицию помогаете своему организму избавиться от химии то честь вами пола все прекрасно вред будет минимальный но если арбуз был красного цвета но не очень спелый то есть зеленый но красного цвета и эта степень незрелости была не очень большой то токсические вещества могли остаться вашем организме а нитраты которую подкармливают арбуз чтобы он стал зеленый арбуз стал красным и нехватки антиоксидантов превращается в канцерогенные нитриты и у вас со временем есть возможность познакомиться с врачом онкологом чтобы этого не произошло смотрите видео дальше вы узнаете чем полезные арбузы вы узнаете основные признаки спелости арбузов ну и какие арбузы полезнее именно вам все знают арбуз это сочная ягода сочность определяется водой воды должно быть под 90 процентов среди где-то 87 процентов воды спелых арбузов но чем меньше воды в арбузе тем большую пользу он может принести вашему здоровью казалось бы сочная ягода и чем меньше воды это парадокс но это именно так ведь арбуз биология такая растение наполняет арбуз полезными питательными веществами и когда уже арбуз наполнен под завязку всей пользы которая только может быть поток заканчивается и находясь на солнцепёке арбуз теряет воду и начинает зреть а в это время производитель теряет деньги потому что на ежедневно на бахче уменьшается на килограммы сотни килограммов вес товарный его желание я понимаю побольше вам продать вес а ваша задача получить больше пользу поэтому вопрос спелый не спелый зрелый незрелый кардинальный признаки как выбрать правильный арбуз буду чуть позже а вот чем меньше воды в арбузе тем больше пользы больше того если вы сами выращиваете арбузы вы сделать можете эту воду еще более чистой ведь арбуз не просто накачивается водой растение фильтрует те опасные токсические вещества которые могли находиться в и вы можете повлиять на степень этой фильтрации сделала воду в арбузе еще более чистой если вы на плите уберете те завязи те цветочки которые образовались ближе к корням чем дальше от корешка находится арбуз тем в большей степени отфильтрованная очищена вода и больше пользы она даст для здоровья тому кто эти арбузы будет употреблять лучше будет очищен ваш организм если вы употребляете именно такие арбузы поэтому если вы сами выращиваете вы можете в этом процессе принять активное участие но кроме воды арбуз содержит другие полезные вещества и сладость арбуза определяется сахарами сахаров достаточно много до девяти процентов содержит сладкий спелый арбуз в основном это фруктоза поэтому даже при сахарном диабете можно правильно использовать арбузы для очищения своего организма укрепления здоровья об этом я чуть позже расскажу а сама посея фруктоза она вряд ли дойдет до почек а скорее всего ее используют другой не менее мощный фильтр я бы сказал более мощный фильтр чем почки это печень печень легко извлекает фруктозу энергию сможет активировать обмен веществ может активировать защищение крови наполнение крови питательными веществами которые находятся в том числе и в арбузе и укрепляет ваше собственное здоровье а на уровень сахара фруктоза особым образом не повлияет правда если диабет скомпенсирован на третье место я бы поставил полисахариды и здесь тоже очень важный интересный вопрос вначале в арбузах образуется клетчатка это жмых употребление клетчатки ее немного относительно в арбузе но там есть активирует перистальтику кишечника правда не раздражает поджелудшую железу поэтому при гастритах при гастрододенитах язвенной болезни панкреатите то есть когда в начальных отделах пищеварительной системы у вас не самое комфортное состояние клетчатка арбузов как правило проходит легко но если арбуз реально спел а не зеленый в спелом арбузе преобладают другие полисахариды пектины если клетчатка грубо раздражает кишечник пытается вытолкнуть токсины из него а при этом токсины вместе с водичкой легко попадают в кровь и очищение кишечника будет скажем так видимым внешне до стул стал чаще а токсинов почему-то в организме стало меньше то вот спелые арбузы помогают не только активировать перистальтику кишечника пектины которые там образуются они работают как великолепные сорбенты и связав токсические вещества выносят из вашего организма то есть реально усиливается очищение организма через активацию работы кишечника здесь спелый неспелый арбуз имеет принципиальное значение натолкать в организм клетчатки или снабдить его сорбенты и пектинами две большие разницы как говорят в одессе четвертое место по содержанию по полезности я вам поставил органические кислоты их относительно немного этот опять таки позволяет использовать и при настрит такие прият tonight болезни и придет из кинзии желудства пузыря арбузы относительно небольшое но значимое количество органических кислот не раздражает начальный отдел пищеварительный тем вместе с тем приносит дополнительное количество энергии вашему организму и опять таки вот это количество относительно небольшого в я так думаю активизирована утилизирована в печени и дополнительно усиливается работа печени на ph крови количество органических кислот вряд ли повлияет значимым образом поэтому мочегонный эффект от этого вряд ли разовьется но все-таки они есть и они придают свой определенный калорий при употреблении арбузов так немножечко изменяет вкус и делают более мягким очистительный эффект очень важно содержание витаминов в арбузах там витамины группы b в основном активируют углеводные обмены это здорово они омолаживают ваш организм на уровне клеток витамин c небольших количествах содержает счастье в арбузов он улучшает состояние сосудов обеспечивает оптимальную проницаемость но более важны я бы сказал другие компоненты это витамины группы b это бета-каротин ликопен они великолепно работают как антиоксиданты и предупреждают не активное влияние нитратов на ваш организм на вашу иммунную систему и препятствует развитию онкологии перспективе очень важны микроэлементы которые находятся в арбузе среди макроэлементов в основной это кальций но его количество недостаточно для того чтобы бороться с остеопорозом активно влиять на обмен веществ костной ткани вместе с тем другие элементы это железо позволяет использовать арбузы в лечении нами очищение организма и улучшение кроветворения это прекрасно больше того содержащийся в арбузах магний позволяет ну более спокойно относиться неблагоприятным условиям окружающей среды быть более спокойным более уравновешенным ну а калий это основной микроэлемент который обеспечивает как раз мочевонный эффект и помогает в очищении вашего организма с помощью арбузов теперь вы понимаете важность выбора вот оценив такой интересный химический состав оригинальный химический состав понимаете важность выбора спелый не спелый арбуз ведь вначале фактически зеленый арбуз это жмых с водой с минимумом полезных веществ если он стал красным то он стал супер опасным для вашего здоровья если же арбуз поспел самостоятельно то он наполнен вкусным наполнителем это сахара это органические кислоты которые имеют свой спектр действия а также полезными витаминами макро микроэлементами которые как раз и обеспечивают мягкий такой оздоравливающий эффект от арбузов частности и от арбузной диеты и очень важно все-таки выбор на ваш выбор определяет результат который вы получите по своему здоровью один из компонентов по которому на который следует ориентироваться при выборе арбузов это посмотреть календарь среднем полосе конец июля начала августа это время когда арбузы уже могут поспеть именно местные арбузы это очень важный компонент уже завозят арбузы безусловно с разных регионов планеты почвы как правило не такие богатые микроэлементами и польза от арбузов будет не такая значительная как если вы используете все-таки местные и чтобы определиться местный неместный арбуз важно обратить внимание посмотреть рассмотреть арбуз со всех сторон если вы найдем найдете желтое пятно скорее всего это арбуз не только местный он еще и свежий то есть он относительно недавно сборки как желтое пятно это то место которым арбуз контактировал на бахче землей солнышко не могло попасть и вот там нет засветки а вот зеленые части чем интенсивнее было солнечное облучение тем более насыщенный зеленый цвет безусловно если это место фактически присутствует желтое пятно прекрасно если же желтого пятна нет то скорее всего арбуз уже слишком давно ждет своего покупателя или возможно он преодолел слишком длинное расстояние при перемещении к вам очень важно рассмотреть место напротив хвостика это место где фактически был цветок там такое пятнышко серебристой поверхностью и чем оно больше тем больше полезных веществ в этом арбузе он более спелый он более сладкий потому как при спелости арбуза что получается вначале как я уже сказал арбуз наполняется водой то есть приобретает вес и полезными питательными веществами но пока он приобретает на пока он наполняется сахарами витаминами макро микроэлементами уже вот начинает терять а производитель теряет деньги и вот здесь ну не самый доброкачественный не самый добросовестный производитель он может сделать зеленый арбуз красным это легко делается вносится нитраты не нужно арбузы накалывать это очень трудоемкий процесс просто нитраты вносятся в почву идет полив нитраты попадая в арбуз делать его красным точно так же как если вы смотрели мое видео про клубнику вносится щелочи при поливе и зеленая ягода становится тоже красного цвета при этом она имеет определенные особенности по которой можно определить спела она сама или ей помогли поспеть а в арбузе очень важный этот момент то есть чем больше вот это пятнышко тем больше арбуз зрел именно на бахче и это прекрасно потому что вы имеете возможность купить реально спелый полезный для вашего здоровья арбуз конечно можно посмотреть на хвостик в норме как идет увеличение степени спелости арбуза когда хвостик природных условиях начинает подсыхать то есть вода и полезные питательные вещества прекратили свое движение в арбуз а солнышко свое дело знает отнимает воду идет концентрирование полезных веществ арбуз начинает реально спеть и вот здесь производитель безусловно теряет деньги но если хвостик подсох сам прекрасно значит арбуз реально спел и реально полезный производитель может процесс имитировать когда арбуз вырос до достаточных по его меркам размер хвостик ломается и фактически прекращается поток питательных веществ арбуз начинает искусственно скандак созревать он краснеет у полезных питательных веществ не будет существенно меньше и этот момент важно учитывать в ситуации но это внешние признаки безусловно рисунок если он четкий если он яркий это может отражать степень спелости арбуза если он такой блеклый может зависеть от того что уже какое-то время полежал в ожидании своего покупателя и это не указывает что это арбуз в конце июля или начале августа поспел самому пролежать еще какое-то время задолго до этого быть собран с бахчи и транспортироваться в вашем направлении если вы можете арбуз надрезать безусловно его начале нужно помыть свое время очень много было случаев отравлений холерой заражение холерой холерой через употребление арбузов все-таки арбуз лежит на окружающей среде и он может на своей поверхности нести различные ну скажем так нежелательные для вас примеси поэтому прежде чем надрезать арбуз нужно это место помыть дальше режете если вы слышите хруст во время нарезание арбуза прекрасно арбуз реально спелый можете дальше уже не резать если хруста особого нет можно посмотреть на косточки если косточки черные если косточки темные это тоже отражает степень спелости арбуза если косточки оказались такие беленькие пустые то арбуз еще в процессе созревания он не достиг полной зрелости на бахче ему помогли и такой арбуз не принесет в большей мере пользу для вашего здоровья условно есть еще один не самый простой способ определения спелости арбуза это вычислить плотность арбуза вы измеряете объем взвешиваете арбуз и определяете плотность если плотность меньше единицы арбуз белый я еще помните арбузы когда при надрезании в нем образуются пустоты пустоты это воздух они веса практически не имеют это реально спелая когда содержимое арбуза она однородная там нет пустот это говорит о том что арбуз в принципе до конца не созрел и полноценную пользу который мог принести вашему организму он не принесет он не наполнится теми полезными веществами конечно можно еще более интересный когда трудоемкий не для мозгов чтобы считать плотность арбузов арифметическим способом это нужно определенный иметь знание в области математики есть более трудоемкий способ который можно заняться небольшим снижением веса тем более шар музыка и используют для снижения веса для этого нужно будет иметь с собой ведро воды который вы опускаете арбуз спелый арбуз активно плавает а зеленый стремится ко дну он медленно всплывает если вообще не есть вообще и всплывали в этом случае понимаете плотность воды это единица принято за единицу если он легче он будет плавать если он более тяжелый он будет стремиться ко дну в этом случае вы тоже можете выбрать какой арбуз более полезен для вашего здоровья суммирую эти все данные я хочу сделать акцент на том что для вашего здоровья более полезен арбуз так называемая кого них а когда пятнышко напротив хвостика ребристая пятнышко не . а чем он больше тем больше спелый арбуз но вообще он более полезен далее я бы сказал это черные косточки далее этот треск при нарезании арбуза возможно сухой кончик если он образовался сам они с помощью того кто выращивал арбузы на пахте ну и наличие желтого пятна и четкого рисунка рейтингом по убыванию полезных свойств полезного арбуза для вашего здоровья ну а как использовать арбузы в зависимости от разных заболеваний при выполнении арбузной диеты я скажу в одном из следующих своих видео а пока с привычным подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения я это видео буду заканчивать и подумаю какое видео написать для вашего здоровья и разместить на своем канале а вы подумаете кому из друзей знакомых родственников это видео отправить где его обозначить чтобы больше людей знала как все таки выбрать спелый и полезный для здоровья арбуз они зеленый арбуз красного цвета который может нанести вам достаточно серьезный вред до новых встреч на моем канале а